Говорят, что звук есть, можно начинать, отлично. Сегодня тема называется «Как фотографировать путешествий». Съемка в путешествиях, что, зачем и почему. Зачем снимать в путешествиях? Первое, показать людям, как выглядят те места. Второе, запомнить поездку самому. Третий вариант, иногда тоже такое бывает, делают фотографии для того, чтобы их продавать, где-то в журналах публиковать. Но это уже фотографы, которые матерые, которые уже давно снимают и этим зарабатывают. Но в целом целей у тех, кто снимает в путешествии, два. Другим показать, себе запомнить. Вот. И поэтому, когда мы едем в путешествия, фотографируем, в каких жанрах мы там можем фотографировать, потому что очень все разнообразно. Вот. Самое первое, это, безусловно, съемка пейзажей, потому что мы встречаем всякие красивые, интересные места. Это вот я сейчас на второй страничке нахожусь в презентации. Съемка архитектуры, потому что гуляем по городам новым, достопримечательностям. Хочется всю эту архитектуру сфотографировать. Жанровая фотография, в том числе стрит-фотография. Есть такой жанр фотографии. Следующая съемка животных. Портретная съемка, безусловно, в путешествиях. Съемка панорамы, репортажная съемка и, так в целом, какая-то арт-фотография. Такие жанры нам могут встретиться, когда мы снимаем в путешествии. Сегодня на этом вебинаре мы три рассмотрим основных момента по съемке в путешествии. Это вот третья страничка. Это фотографирование природы, потом фотографирование людей в путешествиях и последнее, как фотографировать себя. Вот на четвертой страничке, если вы откроете презентацию, вы там увидите такой слайд, называется «Волшебство летних фотографий». Вообще, вот съемка в путешествиях – это часть, ну, то есть вот сейчас я рассказываю небольшую часть курса нашего волшебства летних фотографий. Сейчас у нас идет как раз акция. Денис, скинь, пожалуйста, ссылку там, чтобы можно было посмотреть. Вот. И там можно как раз таки, вот там как раз есть эта тема подробно разобрана, как снимать в путешествиях. И также в «Волшебстве летних фотографий» мы постарались собрать в этом курсе самые актуальные жанры для лета. То есть, что фотографировать летом, как фотографировать летом, чтобы сейчас вот уже тепло наступает, чтобы это замечательный упор не пропустить, потому что лето – это самый активный период, когда вообще фотограф снимает зимой. Тоже снимают, но не так много, потому что ряд ограничений по свету и по погодным условиям летом намного-намного больше возможностей. Поэтому, если вы уже как-то овладели своей камерой, хотите именно попробовать разные жанры, попробовать себя в разных вариантах, то вот на пятом слайде там перечислены какие там темы есть в этом курсе. Там «Портрет на улице», «Работа с естественным светом на улице», «Стрит-фотография», «Репортажная фотография», «Композиция», «Сочный пейзаж», «Вечерняя ночная съемка», «Как фотографировать в путешествиях», «Макросъемка», потом там есть разбор нескольких фотографий, как это сделано, простоковую фотографию и обработка летних фотографий, тонирование, которые подходят именно для летних фото. Вот, это если хочется подробно. Сегодня у нас в нашем плане, я уже говорила, много разных жанров включает в себя съемку в путешествии, когда вы едете, ну, в основном самые популярные, это вы фотографируете природу, фотографируете людей, там, тех, с кем вы едете, и фотографируете себя. Вот, и начнем мы с того, что, со съемки природы. Вообще важно понимать, какую вы технику возьмете с собой в путешествии. И здесь, я сейчас на седьмой страничке презентации нахожусь, имеет размер, имеет значение размер техники, поэтому надо брать самое необходимое, потому что иногда там куда-то вы едете с собой, какие, может быть, рюкзаки и сумки, все это тяжело, и если вы, ну, тут вот, находясь не в путешествии, а у себя дома, можете как-то там подустать, то в путешествии все-таки имеет значение не только съемка, а просто получение удовольствия от того, что вы вот в каком-то месте гуляете, если вы еще будете гулять с горой техники, то там уже не до прогулок, не до развлечений, не до удовольствия, а вот, как бы, такую тяжелую ношу на себе несете. Поэтому в путешествии лучше взять меньше техники и брать только самое-самое необходимое. Какой объектив взять в путешествии, лучше взять универсальный, чтобы он вам покрывал достаточно широкий диапазон фокусных расстояний, чтобы вы могли снимать и на широком угле, и брать, могли снимать портретные снимки. Как правило, если вы снимаете на полнокадровую матрицу, камеру с полнокадровой матрицей, это фокусное расстояние 20-70 мм. Объективы там совершенно разные, могут быть под такое фокусное расстояние. Если у вас кроп-камера, то есть с кропнутой матрицей, то вам подойдут объективы 17-55 мм. Они будут вам покрывать самый распространенный диапазон фокусных расстояний, которые вам в путешествиях как раз и понадобятся. Иногда, когда вы фотографируете путешествия, ездите на какие-то экскурсии, иногда экскурсии бывают на целый день или на полдня, то есть экскурсии длительные. Поэтому нужно запастись дополнительными аккумуляторами и дополнительными батарейками, чтобы… ой, не батарейками, прошу прощения, это одно и то же, я сказала, и картами памяти. То есть, чтобы не получилось так, что вы там ходите по красивым местам, снимаете, а потом просто так получилось, что закончилась батарейка, закончилась карта памяти, там приходится очень неприятно, когда приходится там выискивать, какие же кадры все-таки можно удалить, все это делать на бегу. Поэтому такие мелкие вещи не так дорого стоят. Зато уверенность вам придают, что вы действительно можете сфотографировать все, что захотите, в том количестве, в котором заходите, у вас нет никаких ограничений. Следующий момент – это предусмотреть нужно, как вы будете хранить ваши фотографии. Потому что, допустим, вы едете на сколько? Допустим, даже на неделю. Чтобы тоже так не получилось, что вы там несколько карт отснимали, а потом что? Куда их? Вот. Поэтому этот момент нужно предусмотреть. И вот попозже я об этом моменте скажу. Вот. И последнее еще в поездку, в путешествие можно с собой взять селфи-стик. Знаете, такие сейчас продают. Там можно себя фотографировать с разных интересных ракурсов. То есть, это тоже разнообразит. И вообще вашу съемку в путешествии, и конкретно ваши портреты тоже будут интереснее и разнообразнее. А это по поводу техники. Так. Вот. Поэтому фототехника, универсальный зум-объектив. Какие фокусные расстания, я уже сказала. А если вы хотите снимать природу, то иногда вам понадобится штатив. В вечернее время природу не снимешь без штатива. В принципе, если вы только днем собираетесь ходить на экскурсии всякие, то днем и вечером, когда еще солнце только садится, то в принципе там можно обойтись без штатива. Потому что на штатив снимают, когда уже совсем прям хотят какой-то там глубины резкости и так далее, и так далее. Если вы не хотите потом ваши фотографии в очень больших размерах печатать, то съемка с рук в принципе может дать нормальный, достаточно приемлемый результат. Вот. Но для совсем вечерних, то есть когда солнце село и для съемки ночью, то там без штатива никуда. И вспышка, если вы хотите там допустим ходить на какие-то вечерние экскурсии, по ночному городу гулять, сфотографироваться, то там тоже вспышка желательно, чтобы была, потому что камере может быть темно. Вот. В курсе про летние фотографии я там рассказываю всякие разные варианты, как снимать вечером, ночью, в том числе портреты. Про хранение фотографий. Вот это очень важный момент, потому что фотографируем. Мы фотографируем, это здорово, отлично, но не важно, что вы сфотографировали, если вы это не можете сохранить. Поэтому вот этот момент очень важно предусмотреть. И даже если у вас там что-то, съемки происходят на ходу, на бегу очень быстро, то момент именно связанный с хранением, с перекладыванием карт памяти, то есть вот все эти моменты у вас должны быть… Все, весь мир остановился сейчас, весь мир подождет, и вы занимаетесь только этим, ни на что не отвлекаясь, потому что очень, ну, наверное, обидно, да, если весь день фотографировали и потом потеряли или удалили, потому что думали, что там карта памяти пустая и так далее. Вот, поэтому три варианта есть. Это девятый слайд. Как предусмотреть хранение фотографий в поездке. Первый вариант – это взять с собой ноутбук в поездку. Ну, опять же, если есть ноутбук, если есть ресурс, там есть место в рюкзаке, в чемодане его положить. То есть что-то фотографируете, сразу скидываете на ноутбук, там очищаете карту памяти. Второй вариант – иметь в запасе много флешек. То есть, допустим, вы думаете, что, ну, нет, ноутбук я с собой не повезу, или у вас нет ноутбука, у вас только стационарный компьютер, то тогда покупайте много флешек большого объема и в течение, знаете, вот как раньше на пленку так фотографировали, вот так складывали, так же вот эти флешечки складываете. И вот тут как раз важно именно педантично, аккуратненько эти флешки. Некоторые там наклеивают, знаете, такие бумажечки, там напишут, что вот там какое-то, такое-то место. То есть вот в моменте хранения флешек, хранения информации надо быть очень педантичным человеком, вот прям таким немцам до мозга костей, потому что это очень важный момент. Вы можете там как-то относиться, то есть во время съемки как-то уходить, ну, таким как бы становиться очень творческим, там что-то не замечать, как летит время. Но вот когда только, как только достали флешку, все, включился такой суровый немец педантичный, который говорит, эту флешку сейчас надо позаботиться сначала, положить в нужное место, пренумеровать, не просто кинуть в сумку, а именно положить. То есть как вы потом предусмотреть, если вы много берете флешек, как вы будете одну флешку от другой отличать, может быть, вы будете на ней что-то записывать. Или есть такие специальные чехлы для хранения флешек, вот такие вот чехлы, там много разных кармашков и вы постепенно каждый из кармашков заполняете. То есть как вариант. Варианты есть разные, то есть сходите в магазин фототехники или посмотрите, может, у вас есть какие-то коробочки, куда это все можно складывать. Вот это очень важно. И последний вариант, но пока он не вариант, потому что пока не позволяет в основном интернет, это скидывать на облако. Со временем, конечно же, во всех странах интернет будет быстрый, но в целом сейчас во многих странах с интернетом все-таки не так хорошо, как в некоторых других странах. И скидывание на облако может занять очень много времени. Поэтому, по сути, рабочих вариантов два. Либо ноутбук вы имеете и туда все скидываете, либо имеете в запасе много флешек. Это по поводу того, как вы это все храните. Теперь давайте поговорим, как все-таки природу фотографировать. Технически природу чаще-чаще снимают на широкий угол, потому что это позволяет показать больше, показать красоты. Поэтому хорошо, если у вас объектив именно имеет широкий диапазон фокусных расстояний и в том числе широкий угол. То есть, если у вас полнокадровая камера, то это где-то 20 мм. Если не полнокадровая камера, то где-то 17 мм. Если есть еще и шире объектив, то есть, если есть еще и шире угол, то тоже хорошо. Есть для полнокадровых камер объективы 16-35, есть 8-15 мм объективы, которые позволяют делать еще шире снимки. И это очень разнообразит ваши фотографии. Как правило, если вы снимаете вечером или если вы снимаете днем, то снимайте в приоритете диафрагмы. ISO обычно, когда солнце яркое, мы выставляем минимальное – 100 или 200. Диафрагма закрытая – 8-11, если у вас кропнутая камера, и 11-16, если у вас полнокадровая камера. И когда вы выставили режим приоритета диафрагмы, ISO, допустим, 200, диафрагма – 8, сделали кадр, посмотрели выдержку. Выдержка короче одной сотой – все отлично. Если выдержка становится где-то 1,8, допустим, то лучше поднимите ISO. Поднимите ISO, чтобы выдержка ушла за диапазон, когда можно снимать надежно, стабильно с рук, чтобы кадры были четкие. Потому что диафрагма тут закрытая у вас, и может такая быть вероятность, что кадры будут размазаны. Если вы снимаете со штатива, если вы его взяли с собой, то можно выставить такую функцию, называется задержка срабатывания двух секунд. Выставляется она обычно в меню, в Canon, где выставляете режим съемки либо серийный, либо одиночный. Там же и двухсекундная задержка срабатывания. Для чего это нужно? Потому что вы, когда нажимаете на камеру, отпускаете, все равно какое-то небольшое шевеление есть. Чтобы полностью это исключить, вы нажимаете на спуск, убираете руки, проходит две секунды, маленькие там микровибрации проходят, и камера уже затем делает снимок, и снимок получается четкий. Это если у вас есть штатив, если вы собираетесь снимать со штатива. Технически снимать природу достаточно просто. Тут скорее важна именно композиция, то есть не техника съемки, потому что по технике я вам все сейчас рассказала, больше премудростей там нет. Скорее важна композиция, как вы кадр компонуете, что у вас там главное в кадре, что второстепенное в кадре и так далее. Итак. Так, давайте я посмотрю, что вы пишете в чате, не в чате, а вот на форуме. Так, да, я вижу, присылают еще фотографии. Вот Денис разместил ссылку, спрашивает, видел описание этой акции, у меня возник вопрос по другому курсу, как начать свой фото бизнес, затрагивается ли там тема микростокового заработка. Так, сейчас я конкретно не помню, на самом деле, вот тема микростоковых заработков затрагивается именно в волшебстве летних фотографий, а про начать свой фото бизнес там скорее про то, там этого нету, да, вот мне Денис подсказывает, что там именно для начального этапа, то есть для кого, как начать свой фото бизнес, это для тех, кто вот только что научился фотографировать, еще пока не коммерческий фотограф, но хотел бы стать коммерческим, то есть вот этот прыжок от любительской съемки к коммерческой, он всегда непростой, то есть вот такой переход на новый уровень, и как раз таки у меня этот этап был, у нас с Денисом этот этап был, и поэтому вот в этом курсе мы постарались именно рассказать, как же это начинающему фотографу сделать. Да, и микростоков там нет, микростоки есть в волшебстве, там введение, то есть как, как, что, что, с чем это едят, вот, да, и написали Arbeit non-discipline касаемо хранения флешек. Вот, так, давайте поехали дальше, если есть вопросы, то пишите. Далее, про фотографирование природы, вот вы приехали на какой-то, на какой-то курорт и собираетесь поехать на экскурсию, допустим, на какие-нибудь водопады, или там посмотреть какой-то древний город разрушенный, то есть какое-то интересное место, или там заповедник, или еще что-то, какой-то исторический особняк. Вот, собрались уже на экскурсию, хотите пофотографировать это также, сначала погуглите, меня покусали комары, началось лето, и начались комары, и вот они меня покусали, пока я тут сидела с вами разговаривала. Погуглите о том месте, куда вы поедете, просто чтобы не, ну, то есть, чтобы в целом вообще представлять там, что это, там, особняк это или что, чтобы не со слов экскурсовода там, а что, типа, а вот там прикольно, а вот там неприкольно. То есть, ну, в целом, интернет сейчас кишит информацией, поэтому почитайте, посмотрите, и тогда вам уже, вы как-то будете больше осведомлены об этом месте. Допустим, если, ну, то есть, там можно какие-то, всякие нюансы интересные прочитать там, допустим, если вы едете смотреть на какой-то замок, и замок определенной эпохи, то там, может, есть определенные интересные нюансы в плане архитектуры там что-то, да, и когда вы уже будете фотографировать, то есть, будете в этом месте, то там действительно посмотрите, что это за архитектура какая, и вот там подумайте, как же ее сфотографировать. А если вы, допустим, не знаете таких нюансов каких-то, то для вас это просто замок, то есть, без каких-то деталей. То есть, вот поищите, посмотрите, что в нем, какие в нем есть особенности, там, может, там, в общем, всякие разные есть особенности у мест, то есть, там, может, какие-то водопады, а не там каким-то особым каскадом. Вот, ну, то есть, у этого места обязательно есть какие-то особенности, поэтому их погуглите. Следующее – это изучите фотографии других людей, которые уже в этом месте были. Просто можно там в гугле вбить, вбить там, такой-то замок или такая-то пещера, там, какой-то город. Вот, просто в гугле вылазят какие-то фотографии. Посмотрите, что там есть, там будут и любительские фотографии, будут и фотографы какие-то вылазить. То есть, в целом, люди до вас уже какие-то были. Для того, чтобы не изобретать велосипед, там, допустим, вы придете и подумаете, о, прикольно вот так было бы сфотографировать, а так уже там все фотографировали, и вы уже будете знать, что вот так вот уже все фотографируют, и можете там что-то там свое интересное, уникальное сделать именно в этом месте. Вот, то есть, посмотрите, из каких ракурсов, или, может быть, наоборот, используя вот эти фотографии профессиональных фотографов, которые вылазят, вы там подумаете, что вот я бы тоже так хотел повторить, там, уже используя вот эту рабочую композицию, которую фотограф придумал. Наоборот, то есть, тоже, когда будете снимать, постараться именно таким же образом кадр выстроить, чтобы примерно похожая фотография, то есть, может быть, подход от, то есть, не делать как все, может быть, подход наоборот, делать так, как сделал уже кто-то, для того, чтобы повторить эти шаги. В любом случае, используйте вот это наследие, которое есть уже до вас, уже что-то придумали, это вам поможет именно не заново изобретать велосипед, это взять велосипед этот и модификации какие-то вносить. Вот. Следующее – это погуляйте виртуально по этому месту. Это означает, что сейчас есть в Google картах, там, в Яндекс картах, ну, не везде, но во многих местах можно просто такую 3D панораму посмотреть. Ну, вот, есть такое приложение Google Earth, называется Google Земля, его еще называют по-русски Google Earth, но в целом это Google Earth, то есть, Google Земля. Его вы устанавливаете себе на компьютер, на телефон можно его себе установить, и там можно тыкнуть, то есть, там прям вот можно панорам посмотреть от какого-то места. Не только Google карты, где панорамы всяких дорог, а именно вот Google Earth, там именно много про то, как выглядит какое-то место определенно. Там даже если нет панорамы, там есть просто фотографии людей, которые указывали там гео-привязку фотографий, и вот Google их видит и как-то их там показывает. Вот. То есть, там тоже можно нарыть всяких интересных фотографий для того, чтобы уже иметь просто представление об этом месте. Для чего это все делается? Для того, чтобы, естественно, вы туда придете, вы это все увидите. Но когда вы уже увидели это на компьютере, ваш мозг начинает думать, ваш мозг начинает выстраивать, что же там можно сфотографировать, где же там можно погулять. То есть, не только сфотографировать, а где погулять, а что там вообще есть интересного. То есть, планирование всегда добавляет успешности в результат, который вы делаете. Поэтому все съемки надо планировать, не только портретные. Вот. И последнее, это спланируйте поездку, чтобы попасть в золотой час. Сейчас, как правило, красивее всего. Природа получается именно при съемке в золотой час. Что такое золотой час? Это время за два часа до заката, и примерно час или полчаса после заката. Это уже зависит от местности. Но, в целом, два часа до заката – это золотой час. И снимки в это время получаются очень-очень хорошие, такие залитые с золотистым светом. Свет получается достаточно хороший, который прорисовывает объемы. Вот. И именно природа хорошо смотрится в золотой час. Если вы едете на экскурсию именно какую-то городскую, то, в принципе, городские пейзажи хорошо смотрятся и при полуденном солнце. То есть такое, знаете, жесткие тени, вот это вот все. В архитектуре это идет. В природе это идет не очень, поэтому… Так, комарики кусают. В природе это идет не очень. В природе лучше золотой час. Вот. Поэтому, если есть такая возможность, понятно, что не всегда экскурсии можно там… Иногда есть сложности с логистикой и так далее. Но, тем не менее, будет хорошо. Что-нибудь… Те, кто, да, вот мне подсказывают, те, кто позже присоединился. У нас сегодня… Почему я не показываю фотографии, и почему вы видите меня лично? У нас тут произошла техническая сложность. Не работает функция, которая показывает экран, презентацию. Поэтому буквально два дня назад записывали курс, все было нормально. А сейчас не работает. Не знаем, что случилось. Поэтому вот на форуме там, где в этой теме сегодняшней, как фотографировать в путешествиях, там есть ссылка на Яндекс.Диск. Там презентация сегодняшняя, которую я готовила. Ее можно скачать. И вот так вот мы с вами синхронизируемся, чтобы… Я вам просто буду говорить, на какой странице я нахожусь, чтобы вот так визуально синхронизироваться. Вот. Это по поводу того, что снимать, как снимать, как к этому готовиться. Также вот спрашивали именно в этом вебинаре по поводу фильтров. Хотели бы узнать больше про фильтры и как с ними правильно работать. Поэтому давайте сейчас про фильтры поговорим. Это 12-й слайд. Вот. Фильтры бывают следующие. Градиентный, ультрафиолетовый, нейтральный серый. Цветные фильтры бывают и поляризационный. Получается раз, два, три, четыре, пять штук. Пять видов фильтров тут перечислены. Все это разные фильтры, они нужны для разных целей. Вот тут вам понадобится именно смотреть на картинки, потому что буду все объяснять на картинках, которые в презентации. И давайте первый. Градиентный. Градиентный фильтр, он выглядит на 14-й странице слайда таким образом, что вот в одном месте темно, в другом светло и вот такой вот переход. Для чего это все нужно? Вот 15-й слайд. Здесь видите фотографию у меня церкви. И смотрите, небо переэкспонировано, то есть небо темное, а нижняя часть темная. То есть нижняя часть нормальной экспозиции. Небо пересвеченное. Такое часто возникает, когда вы снимаете природу или архитектуру, то есть когда что-то с небом связанное снимаете, потому что небо намного светлее, чем земля. И фотоаппарат просто не может охватить весь динамический диапазон. То есть что такое динамический диапазон? Это диапазон яркостей. Яркость неба очень высокая, а яркость земли не такая высокая. А камера не может это все увидеть. Наш глаз может, поэтому мы видим и яркое солнце, и красивое небо, и землю. Камера не может этого увидеть, поэтому получается вот такая вот штука. Выходов тут два. Первый вариант – это делать два кадра. Темный кадр для неба и кадр для земли, потом это все склеивать. И второй вариант – это как раз-таки такой градиентный фильтр. Здесь вот, если вы видите, то тут такое стеклышко. Вы это стеклышко вот так вот двигаете перед своим объективом на уровне там, где горизонт, на уровне там, где надо затемнить небо. И уже делаете кадр. Они бывают разных степеней затемнения. Тоже зависит от того, что вы купите, какие именно вы купите. Для этого как раз-таки служат градиентные фильтры. Но чаще вообще, то есть раньше этим всегда пользовались, когда снимали на пленку. Сейчас у нас есть цифра, поэтому можно и не покупать такой фильтр, можно в фотошопе совмещать. Но это опять же сложно, надо уметь работать в фотошопе. Градиентные фильтры, на них стоит маркировка град, такая по-английски. Так их можно определить, что это градиентный фильтр. Следующие комары прям совсем меня достали. Ультрафиолетовый фильтр. Ультрафиолетовый фильтр, у него маркировка UV. Буквки такие в презентации. Вот 16 страница, там маркировки, там что-то MC-UV. UV, это как раз-таки ультрафиолетовый. Там то, что в начале, там что угодно может быть написано. Потому что там просто марка, еще что-то. Ультрафиолетовый по своему названию понятно, что что-то связанное с ультрафиолетом. Ультрафиолетовый фильтр не пропускает ультрафиолетовые лучи. То есть это фильтр ультрафиолетовых лучей. В общем, из названия понятно, зачем он сложен. И раньше его использовали ультрафиолетовые фильтры. В основном нужны фотографам, которые снимают на пленку. Потому что пленка очень чувствительная к ультрафиолетовым лучам. Она от ультрафиолетовых лучей разрушается. И фотографии получаются такие блеклые, ну такие мутные. В общем, фотографу, которому это не нравится, он покупает ультрафиолетовый фильтр. Сейчас мы все в основном снимаем на цифру, на цифровые камеры. И матрица, она, конечно, тоже чувствительна к ультрафиолету. Но не настолько, насколько пленка. В принципе, нет какой-то там такой сильной разницы. То есть то, что матрица как-то портится или еще что-то. Если вы фотограф, у которого пленочная камера, которая снимает на природе, вот вам нужен ультрафиолетовый фильтр. Если у вас цифровая камера, то он вам не нужен. Иногда его покупают для защиты. То есть ставят на объектив для того, чтобы стекло объектива, вот эту вот поверхность, защищать от всяких царапаний и так далее. Иногда, ну то есть там что-то, если даже случайно уронили, бывает фильтр как бы берет на себя удар. Вот. И вам надо будет просто поменять именно фильтр, а не сам объектив. Вот. Но, как правило, в общем, ваше дело решать вам. Потому что, ну в целом, и вот если его используют сейчас фотографы, у которых цифровые камеры, это для защиты. Если у вас есть там лишние полторы-две тысячи, чтобы защитить ваш объектив. Если у вас, допустим, какой-то дорогой объектив, это имеет смысл делать, то тогда можете себе купить ультрафиолетовый фильтр, просто чтобы вот у нас у вас стоял для защиты. Следующий фильтр – это нейтрально-серый. На шестнадцатой странице, на семнадцатой странице его, то, как он выглядит. И нейтрально-серый фильтр, у него маркировка ND, Natural Density по-английски как бы означает. ND, если вы видите на фильтре написано, то это нейтрально-серый. Нейтрально-серый, зачем он нужен? Это фильтр, который делает ваш кадр темнее. Это как бы такие солнечные очки для камер. Вы надеваете солнечные очки, когда у вас все становится темнее. Вот точно так же работает нейтрально-серый фильтр. Вы как бы своей камере одеваете очки солнечные. И камере нужно большее время для того, чтобы проэкспонировать то же самое. То есть выдержка удлиняется. Выдержка удлиняется. Зачем она удлиняется? Зачем это все делать? Вот восемнадцатый слайд. Есть такая техника съемки, называется шелковая вода. Когда вода вся гладенькая, красивая, и море можно так снимать, и ручьи всякие становятся эффектом. Если ручьек такой эффект, как будто молоко течет. Может быть вы видели такие фотографии. Погуглите, шелковая вода. Если вы хотите делать такие кадры, то есть едете куда-то на море или где будет вода, то вам как раз такой фильтр нужен. Тут в нейтрально-серых очень много нюансов по поводу того, какую степень затемнения использовать. То есть всякие разные маркировки, ступени экспозиции определенные, на которые он затемняет, как определить и так далее. Все это я рассказываю в волшебстве летних фотографий. Там есть у нас как это сделано, шелковая вода. Там вот очень прям будете гуру нейтрально-серых фильтров, потому что там много всего именно такого. Так, давайте я посмотрю, что вы пишете. Маша спрашивает в курсе про волшебство больше информации про фотостоки, чем в нашем курсе в вебинаре коммерческая фотография, как зарабатывать на фотосессиях. Фотостоки и микростоки одно и то же. Так, ну что вы имеете в виду больше информации? В общем, и там, и там обзорная информация именно про микростоки и фотостоки. Да, это одно и то же. И, в общем, наверное, в целом, может быть, чуть-чуть больше информации. Но, я думаю, что мы включили это больше… Что? Ну, что такое что такое? Вопрос больше, чем… Да, сильно больше, но другое дело, что, может быть, у нас есть вот по микростокам, я просто не помню, ты больше где рассказывал? Как стартовать в микростоках или в лучших селектных фотографиях? Я не помню уже. Тут такой вопрос. Маша, мы не помним. В общем, на самом деле, важно, может быть, не на вопрос ответить. То есть, больше – это больше, однозначно больше. Однозначно больше, да. Вопрос в том, стоит ли, достаточно ли этого, да. И вот, наверное, для начального уровня, чтобы понять, что вообще и как, нормально, да. Но если уже, допустим, Мария, Маша, она уже этим как-то занимается, да, ну, это все-таки, ну, наверное, это и не сильно пригодится, да. То есть, это все-таки начальное общее знание, да. В общем, Маша, смотрите, я думаю, Дениса слышно или не слышно было, но в целом, да, больше. Но вопрос, достаточно ли этой информации. То есть, эта информация именно для начального уровня и для тех, кто вообще ничего не знает, чтобы ввести в курс. То есть, если вы уже как-то этим занимаетесь… Как загружать, да, это не то, что ввести, а. Да, но если вы уже этим занимаетесь, то вам, может быть, подробнее на какие-то другие вещи. Вот, то есть, про волшебство летних фотографий там, скорее, больше именно как фотографировать разные жанры именно летние. А про микростоки, это для того, чтобы фотограф понимал вот все, что он наснимал, куда ему дальше идти. И фотостоки, микростоки одно и то же. Вот, да. Фотостоки и микростоки – это одно и то же. Изначально были фотостоки, потом они превратились в микростоки, но в целом, когда сейчас говорят фотостоки, микростоки имеют в виду одно и то же вещи. И фотобанки, в общем-то, тоже одно и то же имеют. Дальше давайте пойдем по фильтрам. 19-я страница, цветные фильтры еще бывают, и здесь вот такая картинка, синенький, розовенький, фиолетовый фильтр. Что делают цветные фильтры? Цветные фильтры вашу картинку окрашивают в какой-то цвет. То есть вы фотографируете, на объектив надеваете фильтр, снимаете, допустим, у вас все получается синее или все получается розовое. Ну там еще бывает немножко хитрее работает, то есть, допустим, зеленый фильтр, он, допустим, не пропускает красные цвета, ну потому что зеленые и красные они такие. Ну то есть там вот, в общем, всякие такие штуки, но в целом цветные фильтры фотографов, которые снимают на цифру, не нужны, потому что все то же самое. Вот спрашиваете, зачем делать картинку синий, если я могу ее сделать в фотошопе синий? Вы спросите и будете совершенно правы, потому что совершенно не нужно. Раньше это использовалось, когда снимали на пленку, сейчас фотографы, которые продолжают кто-то снимать на пленку, поэтому и цветные фильтры существуют. Ну еще просто кто-то, кто на цифру снимает, ну просто как-то там поиграться хочется, может быть. А в целом, ну все эти эффекты можно, большинство этих эффектов можно получить в фотошопе, поэтому цветные фильтры, в общем-то, совершенно не нужны фотографу. И последний тип фильтров, поляризационный, вот как раз-таки спрашивали конкретно, что хотят узнать вообще про фильтры, и про поляризационный подробнее, как им правильно пользоваться, особенно. Поляризационный фильтр – это фильтр, который не пропускает отраженный свет, и для чего его глобально используют в фотографии, его используют для того, чтобы затемнять, убирать блики и затемнять небо. Вот 22-й слайд, фото без фильтра и фото с фильтром. Посмотрите, обратите внимание, практически все то же самое, только небо голубее. Вот такой, если хочется получить именно такое насыщенное голубое небо, и это делается, это можно сделать с помощью вот такого поляризационного фильтра. Или вот следующая фотография, тут не только небо, тут еще речка. То есть в целом поляризационный фильтр делает небо более голубым, воду делает такой более тоже насыщенный, ну то есть как бы ваш контраст фотографии увеличивается, за счет этого фотография выглядит такой интереснее. 24-й слайд, посмотрите, вода без фильтра и с фильтром. То есть я еще говорила, что первое, это небо делает голубым, и второе, блики убирает. То есть вот отраженный свет, который идет вам в камеру, то есть свет светит на воду, отражается от воды, попадает вам в камеру, и получаются такие блики, ну то есть такие светлые участки. Вот именно такие светлые участки поляризационный фильтр приглушает, убивает. И вот посмотрите, фотография без фильтра, где вода отражает много света, и вот эти камушки красивые не видны. И справа фотография уже с фильтром, то есть свет отражается этот, но фильтр не пропускает его, и поэтому мы можем увидеть вот эти вот красивые камушки. И вот, и как правильно пользоваться поляризационным фильтром, кстати говоря, когда вы будете, если покупать фильтр поляризационный, у него маркировка PL, то есть английским буквами PL, либо еще написано может быть CPL, ну то есть CPL. Вот, и давайте на чем бы показать. У меня был раньше объектив с поляризационным фильтром, но я его продала, потому что я пейзажи не снимаю, вот. Купила так просто побаловаться, поинтересоваться. Вот у вас фильтр. Вот так вот будем, вот у вас фильтр, который вы, нет лучше, без блика, который у вас надет на объектив. Вы смотрите на сцену, вас все, в принципе, устраивает в этой сцене, теперь вам нужно применить этот фильтр, потому что... Камарики. Потому что если это не применить, то, то есть многие какую ошибку делают, фильтр надевают и просто фотографируют. Но то, что вы фильтр поляризационный надели, еще не значит, что вы применили его эффект. Вот, поэтому как его применить? У вас там два стеклышка, которые вот так вот друг относительно друга вращаются. То есть вам надо вот так повращать друг относительно друга эти стеклышки. Вот, то есть вы его надели, и вот это стеклышко теперь вращаете, которое у вас на объективе, на этом фильтре, вот так вот вращаете, вращаете. В каком-то положении картинка поменяется. То есть вы вращаете, можете смотреть прямо в видеоискателе, картинка будет меняться. Поляризационный фильтр лучше всего работает, когда что-то там, лучи под 90 градусов, в общем, отражаются, но мы же не можем с транспортиром там стоять, мерить 90, а не 90, поэтому мы просто вот так вот вращаем, и в какой-то момент мы находим именно то положение фильтра, в котором он, то есть эти стеклышки, там как-то эта система вся работает, то есть когда именно свет в таком положении не пропускается. То есть вы надели фильтр, крутите его, смотрите, в каком положении небо стало голубым. Или если у вас блики какие-то на поверхности, то крутите и посмотрите, в каком-то положении эти блики уходят. Вот именно так использовать поляризационный фильтр правильно. Также вращая его не до конца, вы можете просто выбирать степень поляризации, которая у вас будет, там если немножечко, допустим, вам надо приглушить, если вы смотрите, что так совсем сильно, чуть-чуть вот можно оставить. Еще какой момент может быть, какой подвох может быть, когда вы снимаетесь с поляризационным фильтром. Так, как сейчас расскажу. Обратите внимание, откройте 23-й слайд. Если у вас солнышко, то есть голубое небо у вас получается, когда вы снимаете в обратную сторону против солнца. То есть вот у вас тут солнце, и вы туда снимаете. Вот так вот стоите, снимаете туда, солнышко у вас за спиной. Вот, и тут крутите фильтр, у вас получается очень такое насыщенное голубое небо. Если вы повернетесь вот так вот, например, солнышко у вас здесь сейчас, то часть неба у вас будет, то есть на небо будет светить солнце. И вот именно часть этих солнечных лучей не будут убираться. То есть вы повернули этот фильтр, часть неба стала таким насыщенно голубого цвета, а часть цвета, которая вот прямо отсюда солнышко светило, то есть оно вот это вот под 90 градусов, и дальше там тоже будет нормально все. А вот эта вот часть, которая вот здесь, солнышко, именно в этом участке, оно будет неголубым. То есть если вы крутите поляризационный фильтр, снимаете и смотрите, у вас часть неба пересвеченная, получилась ненасыщенно голубая, вам просто надо точку съемки от солнышка отворачиваться. Это вот такой момент именно по работе поляризационного фильтра. Здесь летает комар, вокруг меня вьется. Следующий пункт в нашем плане – это фотографируем людей. 25-я страница. Снимаем портреты в путешествии. Это снимается, как обычно, съемка на пленэре. Просто надо знать особенности этой съемки, уметь работать со светом на пленэре. Если вы снимаете в яркое солнце, то помните про светотень на лице, чтобы она была ровная. Следующий пункт – не позируйте, то есть более естественное, потому что так интереснее конкретно в путешествиях. Следующий – это впишитесь в пейзаж. И намного не фотографируйтесь, вы же все-таки на отдыхе, а не на съемке. И теперь по поводу не позируйте, а впишитесь в пейзаж. Двадцать восьмой слайд. Что обычно делают? Обычно пришли к какому-то красивому месту с фоткой меня. Ну, так, конечно, тоже можно часть фотографий делать. Но намного интереснее делать вот такие вот вещи. Двадцать девятый слайд. Посмотрите, тут ребята путешествовали, нашли какое-то забавное место. И вот они тут решили… Они могли встать ровно в ряд, посмотреть в камеру. И, может быть, они даже сделали такую фотографию сначала. А потом вот они решили вот так погулять, по камушкам попрыгать, побегать. И в этот момент их фотограф снимал. Ну, это намного интереснее выглядит. Вот тридцатый слайд. Молодой человек гребет в лодке. То есть он даже в камеру не смотрит, в общем-то. Это тоже интересно. Именно не смотреть в камеру, а то, что вы, в общем-то, вот так своим делом каким-то занимались, вас в этот момент сфотографировали. Так фотографии выглядят интереснее. Или вот тридцать первая фотография. Можно было встать рядом с этим верблюдом. Так вот, типа, я стою рядом верблюд. Там можно вот как-то с ним повзаимодействовать, покормить его и так далее. Вот. Это по поводу того, что старайтесь не позировать, а просто вписаться в это место, которое есть. Следующее – это ищите интересные ракурсы. Тридцат третья страница. Не обязательно прям стоять лицом в камере. Тут ведь взяли, развернулись. И это тоже очень романтично получается. Такое покорение, завоевание этого места. Тридцать четвертая страница – это вот тоже эксперименты с широким углом, с интересным ракурсом. Тридцать пятая – вот там часто сейчас популярны становятся такие интересные ракурсы. Там типа руки в кадре, ноги в кадре, еще что-то. Вот. То есть попробуйте с этим поэкспериментировать. Следующее, тридцать шестое, снимайте, ну, то есть если вы вот с кем-то там в путешествии, снимайте, когда эти люди и не видят тоже. Людям потом будет интересно посмотреть, что он там где-то гулял, что-то смотрел, его в этот момент сняли. И последнее, как фотографироваться с достопримечательностями конкретно. Вот когда вы снимаете, когда вы пришли к какому-то красивому замку, зданию, вам нужно сделать выбор. Например, вы будете снимать «Смотри, какой человек» или «Смотри, какой памятник». Потому что вот тридцать восьмой слайд, посмотрите, обычно что делают? Обычно делают вот так. Что получается? Человечек такой маленький, здание такое большое. Сложно понять, что это за человечек. То есть это не портрет, это вот именно фотография «Смотри, какой памятник» на тридцать восьмой странице. Так тоже можно, если вы хотите именно показать, какое вы крутое место нашли. А если вы все-таки хотите сделать портрет, то есть главным героем вашей фотографии должен быть человек, то тогда немножечко надо присесть. Вот тридцать девятая фотография, это все тоже точно это же место, только техника съемки другая. Если на тридцать восьмой широкий угол, и чтобы вот все было видно, то тридцать девятый это фокусное расстояние, там примерно 85 миллиметров, то есть портретное фокусное расстояние. Немножко надо присесть и на открытой диафрагме снять человека. Да, памятник или там архитектура помещается не вся, а только часть. То есть там можно только догадываться по вот этому боке, что это была за архитектура. Но опять же, я говорил, вам нужно сделать выбор, какой человек или какой памятник. Зато в таких фотографиях хороший акцент именно на человека. Сороковой фотография, сороковой слайд, то же самое. Или можно, например, смотрите, вот сороковая, отойти подальше от архитектуры вашей, архитектура там попала в кадр, но опять же она размыта в боке. То есть человек снимается крупным планом, архитектура размыта в боке, по вот этому боке мы примерно догадываемся, что это было за такое место интересное. Еще момент. Это вот было по поводу того, как если большая архитектура, большая, то есть очень высокая. Если архитектура маленькая, например, вот маленькие памятники бывают сейчас очень модно, такие с ростом с человеком, как с ними фотографироваться. С памятником надо дружить. Не просто вот так вот я встала на фоне памятника. Первый самый уровень, это сорок второй слайд. Самый первый уровень, как можно с памятником дружить, это как-то на него облокотиться, ну как-то к нему прикоснуться, вот если даже вы ничего уже не можете придумать. Самое такое простое, это вот так вот встали и на него облокотились. Но вообще самая общая идея, как с памятниками фотографироваться, вот сорок третий слайд, отзеркаливать памятники. То есть вот он что-то делает, и вы делаете то же самое. Тогда будет это выглядеть интересно. Еще один из вариантов, как с памятником можно дружить, сорок четвертый слайд. Здесь видите, это во Владимире, может быть, кто-то узнал. Вот памятник сидит, что-то пишет или там что-то думает, и вот молодой человек залез. Может быть, молодого человека вы тоже узнали. И как бы вписался в его историю, то есть что-то у них теперь совместное такое происходит. Или вот сорок пятый слайд, вот тоже памятник, и так вот девочки решили вписаться. То есть здесь наоборот это очень интересно, потому что тут включается креатив, что же такого можно сделать, чтобы не просто вот я такой скучно стою, потому что вот, допустим, сорок пятая страница, можно было встать и сфотографировать. Я стою на фоне вот этих вот мужчин, или сорок четвертый, я стою на фоне этого. Но здесь именно как раз-таки ваш креатив, ваше творчество, что вы можете такого интересного сделать. И последний пункт – фотографируем себя в путешествии. Есть такое отличное приспособление селфи-стик, которое вам поможет ракурсы разнообразить. Но в целом, когда вы фотографируете себя, то есть вы кого-то там снимаете, потом говорите «А теперь сфотографируй меня», то вы учитываете все те рекомендации, которые есть для съемки портрета, естественно, там угол и так далее. Там обычно, если я прошу себя сфотографировать, я все настроечки уже ставлю, потому что обычно со мной не фотографы ходят, я им там все выставляю, говорю «Не только нажми на кнопку». Вот, то есть учитывайте все те рекомендации, которые есть, выставляете там это все для себя, и просите сделать побольше дублей, потому что вы как фотограф, то есть все равно люди, которые снимают, у них как-то больше опыта там, и даже там всякие такие мелочи, как завальный горизонт, закрытые глаза, еще что-то, то есть можно, ну то есть мы уже как-то это видим, да, когда есть какой-то опыт. Если человек совсем не фотографировал, то он криво-косо все это делает, поэтому лучше иметь больше дублей в запасе, не стесняйтесь спросить эти большее количество дублей, чтобы у вас, в вашем арсенале тоже фотографии были, и тоже они были хорошие и радовали. Это все по поводу того, как фотографировать в путешествиях. На этом наша презентация завершена. Сейчас давайте я пройду по разбору.